Это один из сертифицированных школьных автобусов. Сейчас к ним предъявляются довольно высокие требования. Всего более 25 пунктов. Одни из самых важных – это наличие высоких протекторов. Они позволяют проехать практически по любой местности, подогрев каждого сидения и ремни безопасности. Такое чудо автопрома – настоящая мечта для жителей поселка Зверосовхоз. В их школе был обычный арендованный автобус, но он не соответствовал нормативам. Так решила комиссия по безопасности, которую для проверки пригласил один из родителей. Теперь у школьников нет никакого автобуса. Дети вынуждены добираться до школы на общественном транспорте. Но прежде им предстоит пройти порядка километра до ближайшей остановки. Я считаю, что это не выход убрать нормальный автобус и поставить 16-й, в котором едут люди как селедки в бочке друг к другу. Очень много детей, но мы страдаем и боимся детей просто. А провожать мы все едем так же на работу. Ребенок опоздал немножко, в школе задержался, опоздал на автобус на 16-й. И она 3 километра шла пешком до дома по такому морозу. Потому что полчаса надо стоять ждать еще следующий автобус. Собираться в школу Ульяна Кулибина начинает еще накануне. Ведь на следующий день придется вставать в 5.30 утра. Сегодня Ульяна одевается потеплее, ведь на улице 30-ти градусный мороз. Да и путь в школу предстоит нелегкий. Только до остановки идти около километра. Сейчас холодно. Сейчас холодно, мы идем мерзнем. И у собаки еще ходят. Но собак так страшно, когда мимо их проходишь. Здесь по одному стараются не ходить, но другого выхода нет. Родителям вместо нового автобуса пока предложили лишь оплатить проездной билет. Были проведены переговоры с городскими маршрутами. Так как каждый ребенок в нашей школе получает некую сумму для проезда. То есть все эти денежки идут сейчас в городские маршруты, чтобы хоть как-то возить нас. Потому что там действительно холодно и темно. Как нам пояснили в комитете образования, проблема решится еще не скоро. Мы получили в прошлом году четыре автобуса специализированных. Но это крайне мало. Дефицит финансирования пока не позволяет нам расширить базу специализированных автобусов. И вернуть старый автобус также невозможно, так как он не соответствует стандартам. Хотя сейчас родители были бы рады ему. Ольга Войложникова, Данила Дурхисанов, Даржи Чидопов. Новости дня.